Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анастасии Романовой в начале выпуска коротко о главных темах. Доброе утро! Доброе утро! В здании произошел взрыв бытового газа. Двое человек погибли и трое получили ожоги. Как жители дома справились с трагедией, расскажем далее. Горело конкретно все. Это благо, что я ушла из дома. Мне бы тут не выбраться было. Квартира Галины Малышевой прямо на той, где произошел взрыв газовоздушной смеси. Сильнее всего пострадал балкон. От него практически ничего не осталось. Выбило все стекла, расплавился пластик. Но благодаря окнам на лоджии взрывная волна практически не затронула комнаты и кухню. Из строя вышли системы тепла и энергоснабжения. К счастью, в момент взрыва хозяйки дома не было. О трагедии Галина Васильевна узнала от соседки. Когда вернулась, огонь был на крыше. А вот эти ковры, что было? Вы знаете, голая сажа была. Потому что вот оттуда, вот этот дым весь поднимался сюда. Ситуацию взял на контроль губернатор края Александр Карлин. Чтобы у жителей дома как можно быстрее появилось тепло и свет, из краевого бюджета по поручению главы региона направили более 2 миллионов рублей. Режим чрезвычайной ситуации с дома сняли спустя 3 месяца. За это время восстановили тепло и электроснабжение и практически полностью реконструировали крышу. Практически к отопительному сезону дом был уже готов для приема граждан. Жильцы заселились, можно сказать, в нормальных условиях. Ну а само восстановление крыши, оно продлилось практически до конца ноября. Но отдельно еще недочеты есть. Недочеты застройщик обещает устроить в ближайшее время, до Нового года. Дело осталось за ремонтом фронтона кровли и фасада здания. Так что морозы жители дома встретят в тепле. Владислав Кирьянко, Александр Морозов. Новости. Почти полмиллиарда рублей получит Алтайский край на строительство противотуберкулезного диспансера. Такое софинансирование поддержал Минздрав России. Средства распределят на три года. Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер строят в Белоярске с 2013 года. Это восьмиэтажное здание. На завершение работ необходимо более 800 миллионов рублей. Вопрос софинансирования реконструкции обсудила рабочая группа во время подготовки предложений Минздрава России по проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы. В итоге средства распределены так. 150 миллионов рублей выделят на 2018 год, 180 миллионов рублей на 2019 и на 2020 150 миллионов рублей. В перинатальном центре ДАР открылось отделение Катамниза. Теперь здесь будут выхаживать новорожденных детей с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов до килограмма. На сегодняшний день в отделении Катамниза 254 ребенка. Под пристальным наблюдением врачей они находятся ежедневно в зависимости от сложности патологии. Главная задача – вовремя выявить изменения и назначить правильное лечение. По словам специалистов центра ДАР, такого контроля нет ни в одном медицинском учреждении страны. К тому же, открытие кабинета Катамниза позволяет в разы сократить младенческую смертность. Почти в три раза перинатальная смертность сегодня уже снизилась. На начало вот этого 2017 года она стала меньше в три раза. Вы представляете себе, за короткое время выйти на европейский уровень? Дети из Алтайского края, чьи родители неизвестны, будут получать социальную пенсию. Субсидии начнут перечислять уже со следующего года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. С чем это связано? С тем, что подкидыши в плане финансовых возможностей при выходе из приютов или по окончании школы изначально поставлены в неравное материальное положение даже по сравнению с детьми-сиротами. То есть не имеют ни права на пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей. Новый закон решит эту проблему. Теперь к числу получателей нового вида пенсии относятся дети, в свидетельстве о рождении которых мать и отец не указаны. Перечислять средства им начнут с 18 лет. Размер пенсии зависит от районного коэффициента. В Барнауле это больше 11 тысяч рублей, в степной зоне 12 тысяч. Соответственно, если ребенок поменяет место жительства, то размер пенсии может уменьшиться. А оформить ее можно в пенсионном фонде. 640 миллионов рублей направят на строительство кожевинного завода в Заринске. Финансовую поддержку русской кожи выделит Фонд развития моногородов. Вопрос о выделении льготного займа был рассмотрен на заседании наблюдательного совета фонда, которое состоялось накануне в Доме правительства России. Напомню, строительство кожевинного завода в Заринске началось в июле, а ввести его в эксплуатацию планируют в конце 2018 года. Общая стоимость проекта уже превышает полтора миллиарда рублей. Ранее Фонд развития моногородов решил предоставить Алтайскому краю субсидию на 46 миллионов рублей, чтобы реконструировать в Заринске дорогу, которая ведет к этому заводу. Рассказали в эконом-развитии региона. Купеческий особняк в Барнауле на улице Короленко, 63, полностью отреставрировали. Приемка работ прошла 6 декабря. Купеческий особняк – пример жилого здания начала 20 века периода эклектики. Особо ценными считаются объемно-пространственное решение здания и декоративное оформление фасадов. Во время ремонта рабочие усилили стены с помощью преднапряженных поясов, заделали трещины, заменили оконное заполнение, восстановили отмостки и отреставрировали фасад. Потребовалось восстановить несколько утраченных элементов. Работу провел собственник здания памятника компания «Квартал». Общая стоимость работ составила более 18 миллионов рублей. И к другим темам. Алтайские экологи представят программу экологического образования в Москве. Завтра в столице стартует пятый Всероссийский съезд по охране окружающей среды. Если мы серьезно говорим об экологическом образовании, необходимо возобновить урок экологии. Запланирован мой доклад, в котором я и хочу представить опыт работы нашего движения «Начни с дома своего». За 20 лет, в конце концов, мы дважды обогнули земной шар. И такого опыта именно практической работы в России я просто не знаю. «Начни с дома своего» – это общественная экологическая экспедиция, куда входят опытные экологи, школьники и студенты. За годы существования активисты побывали в разных уголках Алтая, Сибири, Казахстана, Китая и Монголии. Они проводят акции по очистке леса, берегов рек, озер от мусора. По словам организаторов, подобные туры меняют отношение детей к экологической проблеме. Здесь каждый зритель – участник представления. В Молодежном театре Алтая запустили новый проект «Забава Плей». Премьера состоялась на этих выходных со спектакля по мотивам русских сказок «Мой дом и духи в нем». Проект «Забава Плей» – не просто серия сказок для маленьких детей. Особенность проекта – в интерактивности. Каждый ребенок становится действующим лицом. Как говорят в Молодежном театре Алтая, проект больше ориентирован на детей с ограниченными физическими возможностями. Такие совместные просмотры благотворно влияют на детей. Здоровые учатся быть добрыми, отзывчивыми к чужим проблемам и готовятся прийти на помощь. А особенные дети успешнее социализируются, учатся общению со сверстниками. Когда ребенок начинает сам участвовать в постановке, это превращается в игру в сказочном мире. Дети прячутся в вымышленном сугробе, копируют звуки леса и рассматривают предметы старинного русского быта. Работники театра отмечают – такая форма подачи сказки лучше запоминается детям. У этих сказок есть автор, народ, но они в обработке Алексея Толстого. И вся вот эта вот мелодика наша, русского языка, она сохранена в них. В спектакле нет музыки, но ее делают сами дети потом, музыку эту. И когда зритель выходит после спектакля, у него нет такого ощущения, что не звучала музыка. Вот что такое наше слово русское. Победа на глазах у кумира – мотивация для спортсмена. В Краевой столице прошел четвертый турнир по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Сергея Шубенкова. В этом году манеж технического университета собрал 250 участников из Алтайского края, Новосибирской, Омской и Кемеровской областей. В программу вошли бег на 60, 300, тысячу метров и 60 метров с барьерами, прыжки в высоту и длину. Легкоатлеты соревновались в двух возрастных группах – юноши и девушки 2001-2002 годов рождения и 2003-2004 годов. Это дети с первоначальной легкоатлетической подготовкой. По словам организаторов, такие соревнования стимулируют юных атлетов повышать свои навыки и выходить на соревнования всероссийского уровня. Тем более награды за победу – экипировка сборной России. Здесь спортивные результаты – это не главное. Это турнир не для того, чтобы рекорды бить. Здесь именно нужна массовость привлечения и призами заманиваем детей в спорт. Для меня это была одна из мотиваций, когда я занимался. Стать настолько крутым, чтобы мне дали экипировку сборной России, чтобы я ходил с гербом в цветах. Мы эту экипировку теперь есть шанс раздать. На этом пока все. Больше новостей на нашем сайте katun24.ru. Оставайтесь с нами и до встречи в 13 часов.